Итак, сегодня мы поговорим о стрессе или о том, как бороться с этим стрессом. Я называю всегда эту тему стресс, вкус и аромат жизни. Первое, что мы с вами должны записать. Безусловно, мы будем говорить не в целом о стрессе, а будем говорить все-таки о отношениях, которые есть у корпорации красоты и здоровья Тианды. И сегодня мы с вами разберем в том числе программу антистресс, то есть программу, которая позволяет нам выжить в условиях негативного влияния стресса на наш организм, сразу где брать программу здоровья. У каждого из вас есть личный кабинет, и вот в личном кабинете туда надо попасть, если сложно, подергать за руку своего наставника, спонсора, попросить у кого-то, так сказать, рекомендации, советов, как это сделать. Но в любом случае, первое, все программы здоровья есть у вас в личном кабинете. И было бы отлично, чтобы вы сами научились пользоваться личным кабинетом, научились своих партнеров и не только первого поколения пользоваться личным кабинетом. Потому что корпорация делает очень много для того, чтобы у вас под рукой был всегда материал, с помощью которого вы в своих рекомендациях будете очень убедительны. И наша задача, в том числе вот тех вебинаров, которые проводит лидер корпорации Тианды по понедельникам, а это так называемый лидерский день, и моя личная цель связана с тем, чтобы в глазах своего клиента, своего потенциального покупателя вы были не просто человеком, как все, а выглядели настоящим экспертом. Поэтому те знания, которые им дает корпорация, все слайдовые презентации, которые у вас есть, в общем, вся та большая работа, которая проводится коллективом, а это, так сказать, девушки, им большое спасибо, что вот и сегодня они мне помогали в составлении этих слайдов, все сделано для того, чтобы действительно в глазах своего потенциального клиента, покупателя вы выглядели настоящим профессионалом. Мы даем вам, ну и надеюсь, что вы эту информацию возьмете, и эта информация в личном кабинете. Итак, программа «Антистресс». И начну я вот с чего. Про личный кабинет написали. Существует две доктрины здоровья. Значит, существует первая – западная доктрина здоровья. Ее основоположником является великий философ Сократ. И звучит она так – «Человек, познай самого себя». И для нас сегодня это очень актуально. То есть мы с вами такие западные приверженцы, с одной стороны. То есть узнать, познать и разобраться, что же с нами на самом деле происходит. Но есть и восточная доктрина здоровья, которую сформулировал в свое время Конфуций. И она говорит так – «Человек, сотвори себя сам». И вот в рамках рассматриваемой сегодня темы я совершенно не случайно позволила себе напомнить вам вот эти две доктрины здоровья. Это западную, как я сказала, Сократа, человек, который познает себя, и восточную, связанную с Конфуцией, человек, который должен сотворить себя. Так вот, в программе «Антистресс» и тех продуктах, о которых мы сегодня будем говорить, и о тех компонентах, которые входят в состав продуктов корпорации Циандэ, вот эти две доктрины, они буквально слились воедино. И, собственно, реализация и, так сказать, восточного и западного направлений. Следующий момент, о котором обязательно надо сказать, что с точки зрения здоровья существуют и две стратегии. Одна стратегия инвестиционная, когда человек знает, что он живет в условиях мегаполиса, что на него обрушиваются всевозможные стрессорные факторы, а сегодня мы о них будем в том числе говорить, он понимает, что, в общем, ничем хорошим это не закончится, хотя бы на уровне, ну, просто эмоционального такого момента, то есть не понедельно с точки зрения уже, как это все происходит, но хотя бы по ощущениям, что вот те стрессовые факторы, которые на нас, на современного человека воздействуют, если ничего не делать, то ничем хорошим не закончится. И человек, который понимает этого, он начинает инвестировать в свое здоровье, он начинает заниматься стратегией, предупреждающей развитие патологии. Это так называемая инвестиционная стратегия, и она, в общем-то, с точки зрения материальных компонентов менее затратная, а с точки зрения личного участия, она на самом деле требует от человека большего инвестиций, желания, сил, времени, но многие люди на сегодняшний день выбирают именно инвестиционную стратегию. А вторая стратегия, это стратегия дотационная, когда человек живет, понимает, что да, когда-то его настигнет, но ничего не делает, и, в конце концов, он заболевает, и тогда необходимо изыскивать всевозможные ресурсные вещи, в том числе и финансовые, для того, чтобы, ну, как-то поставить себя на ноги. И сегодня на примере программы «Антистресс» мы в том числе будем говорить и об этом. И еще один момент, о котором мне очень хочется сказать, и вы сейчас посмотрите на слайд, теперь уже специально с точки зрения корпорации Тианды. Ведь вы часто разговариваете с своим клиентом, вы рассказываете о программах и продукции корпорации Тианды с точки зрения красоты, с точки зрения здоровья. И вот очень важно говорить не просто о какой-то, так сказать, о каком-то продукте, говорить, может быть, о компонентах, о результатах, об отзывах, а то, как вы принимаете данные продукты, какие у вас личные результаты, да, то есть вы сами являетесь участником вот этого процесса, связанного с профилактикой, причем активной профилактикой всевозможных заболеваний, в том числе старость как болезнь. Но в том числе важно сказать о ценностях, потому что люди как бы попадают в определенную общность людей, а люди сегодня хотят состоять где-то в каком-то сообществе, быть к чему-то причастными. И вот эти сообщества, они формируются в том числе по категории ценностей. Вот эта ценность здоровья. И вот если связывать желание человека где-то состоять, быть к чему-то причастным, быть рядом с людьми, так сказать, по духу, по идее, так сказать, вместе, то здесь стратегия Тианды, которая направлена на что? Видите сейчас на слайде вот этот слоган «Актив лайф» – активная, долгая, яркая жизнь, которая подразумевает в себе такую формулировку как «качество жизни», то есть жить долго и жить качественно. Можно реализовать это? Да, можно. Это стратегии. И для того, чтобы эта стратегия была реализована, у нас с вами есть, ну, с одной стороны, косметические средства, с другой стороны, программы, прежде всего, продукты для здоровья, которые собираются в определенные программы. И с помощью этих программ мы на самом деле можем реально реализовать вот эту большую, красивую, интересную цель, которая объединяет многих людей, цель – жить долго и жить качественно. Ярко, красиво путешествовать, зарабатывать хорошие деньги, инвестировать их в здоровье, в детей, ну, и так далее, и так далее. Так вот, то, с чем к нам обращаются, то, с чем к вам обращаются, да, одной из наиболее такой частой ситуаций является проблема стресса. И если говорить об актуальности этой проблемы, то 80% людей сегодня на земном шаре так или иначе сталкиваются с этой проблемой, причем, говоря сейчас о стрессе, вы сейчас понимаете, и я сейчас складываю это понятие, как стресс разрушающий, стресс негативный, который оказывает на наше здоровье самое неприятное воздействие. Так вот, компания Циандэ, в результате того ассортимента, который у нас есть, мы сформировали для вас программу, программа антистресс, как я сказала, она выложена в длительном кабинете, и выглядит она следующим образом. Вот о ней мы сегодня в том числе и будем говорить, но в любом случае использование данной программы позволяет человеку, так сказать, в том числе прийти к реализации важной большой цели – жить долго и жить качественно. Итак, все, что касается стресса. Давайте немножко порассуждаем, поговорим на эту тему. Многие из вас, вероятно, узнают что-то новое из сегодняшнего моего выступления. Итак, стресс прежде всего всегда надо сказать не только об актуальности проблемы, а мы сказали, что 80% населения, и этот стресс появился на самом деле в 20 веке в большей степени, он перешел в 21 век, и вот сейчас период выпускных экзаменов, можно сказать общими словами, что 80% жителей страдают, но на самом деле выпускники школ, примерно 42% их обследовали, это и повышенное артериальное давление, и повышенная частота сердечных сокращений, ну и так далее, и так далее. То есть на самом деле вот школьное образование, оно в какой-то степени подталкивает человека к развитию негативных проявлений стресса. Ну, это как маленький пример сегодняшнего дня. Но в любом случае, после того, как мы сказали об актуальности, надо сказать вообще-то, а стресс – это что? То, как это переводится, и само слово стресс переводится как нажатие, давление, напряжение, и пришло оно как сочетание, так сказать, такого сочетания слов старофранцузского, английского, и в принципе используется, первоначально использовалось не в медицине, а использовалось в науке о сопротивлении металлов, сопромат. Я думаю, что все, что касается сопромата, у нас с вами какие-то такие эмоции есть, знаний, наверное, меньшее количество, но для многих студентов слово сопромат всегда связано уже с ситуацией какого-то стресса, такая сложная наука. Так вот, само слово стресс пришло на самом деле вот из той науки о сопротивлении металла. Следующий момент. Мы с вами обязательно должны знать, что со словом стресс связано и неизвестнейшего человека. А, он лауреат Нобелевской премии. И его исследование в области стресса – это фундаментальное открытие в 20 веке в области медицины и биологии. И вот этого, так сказать, немолодого человека, которого вы сейчас видите на слайде, зовут Ганс Селье. Ну, теперь уже звали Ганс Селье. Это на самом деле канадский ученый, венгерский, так сказать, австрийского происхождения. И, будучи студентом Пражского университета, медицинского университета в Париже, это, так сказать, он учился во Франции, в Парижском университете и заканчивал медицинский факультет, правильно сказать, вот таким вот образом. То есть университет, и там есть медицинский факультет. Так вот, когда он был еще студентом второго курса, это был 1926 год, то всегда на занятиях, на лекциях, которые проводят именитые профессора, когда-то разбирается какая-то такая тема интересная, то в качестве такой доказательной базы всегда профессор приводит и показывает разных пациентов. И вот Ганс Селье в свое время заметил, что профессор в какой-то лекции там важно приводил разных пациентов с разными диагнозами. Этот болел одним, вторым, третьим, четвертым и так далее. То есть пациентов было много, диагнозы были разные, но эти пациенты все жаловались на, например, головную боль, на недомогание, на снижение работоспособности, на какие-то мышечные боли. То есть диагнозы были разные, но симптоматика была у многих очень такая похожая. То есть, конечно, были какие-то специфические моменты, но в целом проявление болезни при разных диагнозах было идентично. То есть, как ты сказала, мышечные боли, слабость, снижение работоспособности, головные боли, быстрая утомляемость и так далее. И вот на это, так сказать, Ганс Селье обратил внимание, что вроде бы, как ты сказала, болезни разные, а симптоматика у многих очень схожая. И вот умение, это, собственно, дар ученого, казалось бы, в обыденной ситуации увидеть нечто неоднозначное. То есть всем это казалось обычным, но вот это, так сказать, действительно мозг ученого так работает. И в 1936 году в очень известном журнале, называется журнал Nature, или Натура, природа, значит, была опубликована первая статья Ганса Селье о ристрессе. И затем, так сказать, всю жизнь он занимался вот этим направлением. И сегодня мы с Вархами в том числе немножко об этом, так сказать, поговорим и узнаем. И узнаем, что же такое стресс. Давайте дадим этому понятию, этому определению некое определение. Значит, стресс – это совокупность адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. Хотя вот факторы здесь я могу поспорить, благоприятные или неблагоприятные. В данном случае я бы сказала, что на воздействие различных факторов. Итак, давайте внимательно сейчас прочитаем то, что написано. Значит, это не специфические реакции, причем ключевое слово, значит, не специфические, значит, не свойственные только этому или этому или этому состоянию. То есть они возникают на воздействие разных факторов, они не специфичны. И ключевое слово, которое сейчас очень важно, чтобы вы поняли, я прекрасно понимаю, что вы не врачи, не медицинские работники. Но для того, чтобы выжить в этой жизни, наша задача, прежде всего, чтобы мы с вами, каждый из вас выжил, вот это направление Active Life было реализовано в виде персональной стратегии каждого нашего участника корпорации Тианды и не только. Так вот, ключевое слово – это адаптационные реакции. Итак, совокупность не специфических адаптационных реакций на воздействие различных факторов. То есть факторы могут быть разные, но организм реагирует и реагирует в виде определенной реакции, которая называется адаптационными. То есть адаптируется. Это слово для вас, для многих, естественно, понятно. Теперь давайте вот что скажем. Что когда Силье исследовал, а как на самом деле адаптируется, и что же происходит там с организмом, конечно, он первоначально работал с крысами. У него была лаборатория, было много крыс. Ну, так сказать, разные ученые работают. Кто-то с кроликами, кто-то с мышками, кто-то с крысами. Силье работал с крысами. И что он только с ними не делал, с этими крысами. В какой-то момент можно было сказать, что его эксперименты с крысами напоминают застенки инквизиции. Потому что он этих крыс либо жестко пеленал, то есть они находились в состоянии гиподинамии выраженной, либо он заставлял их долго плавать, то есть они находились постоянно в воде, либо он на клетку подавал, так сказать, электрический ток, либо, так сказать, подавал громкий звук. То есть у крыс разными физическими воздействиями Силье вызывал состояние стресса. И когда этой крысе, как вот, так сказать, пишут немуару, удавалось вырваться из этой клетки, она была настолько счастлива. Она бегала по разным, так сказать, за куткам лаборатории Силье, но в конце концов ее все равно, эту крысу, отлавливали, и все крысы абсолютно попадали под нож. И затем Силье смотрел, а что же общего, какие же реакции возникают у этих крыс, что же там внутри этих органов и систем у них произошло. То есть кого-то током, кого-то пеленали, кого-то, так сказать, заставляли плавать, кого-то оглушали, так сказать, громким звуком. Но у всех этих крыс происходили одни и те же реакции. То есть независимо от того, чем на них действовало, возникала одна реакция, так называемая триада Силье. А теперь внимательно слушайте, что было с крысами-то, когда он скрывал, препарировал, смотрел органы. Три важных момента, которые видел Силье всегда. Первое – это угнетение вилочковой железы. Это основной орган иммунной системы. То есть резкое угнетение тимуса или вилочковой железы. Отсюда вы, мои уважаемые слушатели, можете же сразу сделать вывод. Ага, сильный острый стресс, как испытывали эти крысы, приводит к резкому угнетению иммунитета. И это было замечено. Следующий компонент. Силье видел следующее, что возникает язвенное поражение в области желудка и кишечника. И здесь у вас сразу мысль – все болезни от нервов. Эта фраза нам хорошо знакома. И он реально видел, что независимо от того, каким стрессорным фактором подвергалась эта крыса, у них у всех были язвенные поражения в желудке и в кишечнике. Ну, как вот язва 12-перстной кишки, если перевести на наш понятный язык. И третьим компонентом была гипертрофия коры надпочников. Кора надпочников, сверху почек – это органы, которые связаны впрямую с гормонами. Вот вам эндокринная система и выражение «во всем виноваты в наших болезнях, нарушение функции эндокринной системы» или «во всем виноваты гормоны» нам тоже известно, потому что раньше говорили про нервы, потом говорили про гормоны, ну и так далее. И вот это называется триада селье. Отсюда вы можете сделать самый простой вывод. Когда человек испытывает состояние острого, затянувшегося стресса, он рискует попасть в ситуацию резкого иммунодефицита, он рискует попасть в ситуацию язвенных болезней, он рискует в ситуацию попасть в нарушении гормонального сбоя. Вот я надеюсь, на этом этапе вам все понятно. Далее. Но стресс – стресс урозен. Когда мы с вами говорим в бытовом понимании стресс, я уже говорила, что мы вкладываем в большей степени в него сейчас понятие такое разрушительного стресса, но на самом деле стресс нам нужен. И сейчас я вам покажу очень важную и интересную схему. Посмотрите на нее. Значит, когда человек испытывает состояние стресса, вот на него воздействует какой-то стрессорный фактор, то сначала человек попадает в состояние первичного шока. О, и дает такую выраженную эмоциональную оценку. Запомните, все, что происходит с человеком, всю информацию, которую он получает первично, ситуацию, в которую он попадает и так далее, первоначально оценивается эмоциями. Человек не мыслит логикой. Сначала это будет какой-то эмоциональный всплеск. И потом уже только часть людей умеет переводить эмоции в логику и понять, а что на самом деле с этим делать. Вот это, кстати, очень важный такой навык современного человека, который надо воспитывать. Об этом чуть позже. Итак, сначала состояние первичного шока. Вау, что-то случилось. И возникает реакция тревоги. Что-то не так, что-то плохо. Затем человек к этому приспосабливается. И возникает состояние эустресса. Стресс, который положительный, который развивает человека. И вот в этой зоне мы с вами должны будем работать. И затем, если человек не работает нужным образом, работает с собой, на уровне психологии, на уровне физического состояния, то если он здесь не помогает организму, не подпитывает его ресурсные возможности, то, к сожалению, человек уходит в следующую ситуацию. Это стадия истощения. Это дистресс. И вот когда мы с вами говорим, что стресс – это плохо, мы имеем в виду состояние дистресса. Стресса, который разрушает организм. Как это происходит на обычном бытовом уровне? Произошла какая-то стрессовая ситуация. Появились какие-то неприятные боли, ощущения, например, в области желудка, в области эпигастреи. Или появились какие-то головные боли, нарушения сна, боли в области позвоночника. Чаще это бывает в области портниковой такой зоны. И весь этот симптомокомплекс, и человек стал немножко терять вес. И он понимает, что с ним что-то не то происходит. И как человек, который внимательно относится к своему здоровью, он приходит к врачу и говорит, «Доктор, со мной что-то не так. Посмотрите, у меня болит голова». Доктор мерит давление. «Да нет, пациент, у вас нормальное артериальное давление, но половные боли есть». «Вы знаете, у меня какие-то неприятные ощущения в области воротниковой зоны, вот этот плечевой пояс, как-то побаливает спина, как-то я себя нехорошо чувствую, какая-то у меня вот такая слабость». То есть человек не чувствует себя здоровым. И, собственно, с этими симптомами он пришел к врачу. Врач спрашивает, у вас температура есть? Нету. У вас суставы болят? Нет, не болят. Язык обложен? Нет, не обложен. Давление нормальное? Нормально. «Так послушайте меня, – говорит доктор, – что же вы хотите? Вы живете в этом городе, ну, сходите, обследуйтесь, в конце концов». Дает ему бегунок, человек бегает по всевозможным специалистам, обследуется, обследуется, в итоге приносит и говорит. «У вас, а, вегетососудистая дистония, как вариант, у вас, типа, что-то гастрита эрозивного, внимание, эрозивный гастрит, да? Эрозивный гастрит, это вот то, что было с крысами, селье, и дальше такое заключение. Это как у всех. Это как у всех. И человек говорит, как, как у всех, но ведь это же не норма, вы же не поставили заключение здорово, написали диагнозы, что с этим делать? И вот, к сожалению, человек не получает должного ответа на вопрос у специалиста, а что с этим надо делать? А почему так происходит? Потому что, к сожалению, к моим коллегам в основном обращаются в ситуации, не тогда, как человек испытывает вот эта первая стадия, стадия, так сказать, тревоги, или там стадия резистентности, в этой стадии уже, кстати, никто никуда не ходит. А в основном к врачам приходит состояние дистресса, когда уже все плохо, 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 плохо. И там врачи пытаются что-то сделать. И вот ему такому бедняге поставили там вегетососудистую, стандартный диагноз, который непонятно как лечить, ему поставили там, значит, эрозивный гастрит, и сказали, ну, идите, идите, это у всех. Человек идет домой, понимает, что как у всех, непонятно, что делать, и дальше что происходит? И он к этой ситуации, в общем, приспосабливается. То есть организм таким образом устроен, что он включает механизмы адаптации, слышите? Стресс – это не специфическая реакция, это общий адаптационный синдром. Вот в этот момент, после вот этой стадии, включается механизм адаптации, у организма есть ресурсные вещи, и он приспосабливается, проходит день, два, три, там, неделька, и вроде бы как-то все успокаивается, все устаканивается, и человек дальше продолжает жить. Вот можете мне в комментариях написать то, о чем я рассказываю, насколько вам это знакомо и понятно. И вот он так живет, 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 и в принципе вот в этой ситуации он ничего не делает. Он уже забыл, что был стресс. Все, память стирает эти вещи, и особенно память стирает у женщин. Вот гендерные отличия и отношения к стрессу в этот момент, я должна сказать следующее, мужчины помнят лучше. Женщины очень быстро память стирают. Это природой, так сказать, заложены такие процессы, в том числе стирать потери убийских, стирать потери родных во время войн, стирать историю тяжелых родов и потери детей и так далее. Вот так устроен механизм защиты, в частности у женского мозга. Поэтому все мы забываем, мы как-то адаптируемся, отлежались, отсиделись, ну и дальше побежали, 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 побежали. Но болезнь-то она развивается, и мы ее не слышим и не видим, потому что у нас есть резервы. И очень часто, к сожалению, в частности на страницах в социальных сетях, я нередко читаю такие вещи. Зачем организму помогать? У него есть ресурсы, у него есть резервы, организм сам узнает, как там выкарабкаться из этого всего там и так далее, и так далее. И вот эти вот, так сказать, речи звучат, и, к сожалению, они негативным образом действуют на людей, которые их читают, потому что непонятно, читатель не знает механизм развития стресса и, в частности, негативных последствий. Все хорошо до определенного момента. А потом, как сейчас говорит государство, в определенном возрасте надо проходить диспансеризацию, так сказать, вот Скорцова говорила, мы там делаем рассылки, мы звоним, там и так далее, и так далее, и так далее. Люди откликаются, приходят на диспансеризацию, обследуются, и вот в момент диспансеризации очень часто, раз, и тяжелые патологии, в том числе, да, так сказать, первично выявленный рак, например, толстого кишечника или молочной железы, там и так далее, и так далее. И говорят, на фоне полного здоровья я же ничем не болела, у меня же ничего не было, откуда это взялось? И вот такой вот, как так-то? Я же хорошо себя чувствовала, но и хорошо, что вы пошли на диспансеризацию, и обследовались, и это, вот сказать, выявили, но на самом деле это происходит тогда, когда все внутренние ресурсы, все резервы были истрачены, и вы ничего не делали, чтобы их восполнять. Вот так развивается ситуация. Поэтому давайте посмотрим на следующий слайд, как я сказала, стадия тревоги, резистентности и истощения, и вот теперь очень важный момент. Вы видите, что вся та же картинка, у нас нарисован эостресс и дистресс. Мы с вами должны жить и работать в условиях эостресса. Стресс, который позволяет человеку адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, развиваться, хорошо себя чувствовать, там и так далее, и так далее. Так вот, понимаете, когда человек живет в условиях комфортных, и мы часто с вами говорим, что надо выходить из зоны комфорта, причем сознательно это делать. Вот когда человек находится в состоянии просто покоя, вот просто пришел домой, лежит на диване, ничего не делает, никуда не ездит, ну то есть не создает для себя условия регулируемого стресса, то есть некой ситуации, где надо что-то сделать, что-то узнать, что-то организовать, куда-то поехать, то есть немножко так это, знаете, подбодрить себя, то это плохо. То вот эта ситуация, когда вы видите сейчас синюю зону, релакс, отдых и так далее, и так далее, то на самом деле это тоже не очень хорошо. Это неразвивающий момент, и когда человек столкнется с какой-то ситуацией, его адаптационные системы не будут готовы грамотно отреагировать на какую-то ситуацию. Оптимально, если мы сами для себя что-то будем создавать и что-то будем придумывать. Пойдем в горы, организуем соревнования, организуем день открытых дверей, организуем презентацию, расскажем то, о чем никогда не рассказывали, то есть что-то такое, что позволяет нам приобрести новые навыки, преодолеть какую-то ситуацию. В этот момент у вас вырабатываются гормоны, вам немножко, так сказать, сложно. Вот те же прямые эфиры, о которых мы говорим, мне говорят, мы никогда не поделим надо, это не сложно, но в этот момент вы по-хорошему стрессуете, но это короткий стресс, и этот стресс развивает, и он как бы тренирует вашу нервную систему, эндокринную систему. Это определенного рода тренировка. Если вы сами для себя такую ситуацию не создаете, то такую ситуацию вам преподнесет жизнь, вам в любом случае придется какие-то ситуации решать, потому что человек пришел на эту землю для того, чтобы расти, развиваться, совершенствоваться. Он не может находиться как в узоре, и так движется в состоянии покоя. То есть мы пришли для того, чтобы развиваться. Но смотрите, ребенок рождается, маленький, потом через месяц голову держит, потом там, так сказать, следующие, следующие, следующие этапы, зубы появились, там садик, школа и так далее, и так далее. То есть вся наша жизнь находится на этапе развития. И вот если в какой-то момент человек ставит такую непонятную цель, что мне ничего не надо, я всего достиг, зачем мне читать новую книгу, проводить новый вегинар, там, или что-то, что-то, что-то делать, он подвергается состоянию деградации, и вот это пагубно влияет, и, в общем, вселенная говорит, все, и создает какую-то стрессовую ситуацию, в результате которой он не может ее решить, и уходит из этой жизни. Поэтому, друзья, мои мысли, которые я сейчас у нас с вами, все-таки антистрессовая программа, а не бизнес-встреча, я пытаюсь донести до вас одну такую простую вещь. Постоянно создавайте для себя какой-то небольшой, хороший, маленький стресс. Поэтому это вот так вот. Но этот стресс должен быть регулируемый. Создали стресс, и он прошел. Создали какую-то ситуацию, немножко пострессовали, гормончики, так сказать, поработали-поработали, и он прошел. И вот особенно про женщин говорят, во время стресса она расцветает. Вот если вы хотите хорошо выглядеть, постоянно должен быть какой-то небольшой стресс, потому что женщина во время стресса расцветает. В этот момент у нее вырабатывается окситоцин, у нее красивое лицо, она подтянута и так далее. Но это небольшой стресс. Это сравни по большому счету таким вот тренировкам у спортсменов, которые называются тренировки, так сказать, тренируемся, а потом отдыхаем, тренируемся, а потом отдыхаем. И во время отдыха мы даем себе упражнения либо на поднятие энергии, либо на упражнения, которые вызывают у нас состояние радости. Это не обязательно упражнения, это какие-то ситуации, на поднятие энергии или на радость. Поэтому вот эти вот ситуации, сочетание стрессовой ситуации или какой-то, так сказать, эпизод, и потом, так сказать, смежуток спокойный, они должны нам, должны быть у нас, такие синхронные тренировки. Что плохо? Плохо, когда ваш стресс затягивается. То есть день, два, три, неделю, вторую, третий, год, два, три. Тогда вы переходите в состояние дистресса. Вот здесь как раз стресс разрушающий. И все. И здесь начинается подъем артериального давления, здесь нагрузка на сердечно-сосудистую, здесь вопросы, связанные с весом, здесь выпадение волос, здесь, так сказать, остеопорозы, здесь все гормональные нарушения, в общем, чего здесь только стресс вам не устраивает. Здесь просто букет всевозможных проблем. То есть вот та динамическая тренировка, которая, я сказала, должна быть, то есть стресс должен чередоваться с состоянием релакса, удовольствия. А вот когда затянувшийся стресс, мы получаем то, что мы получаем. И, естественно, возникает вопрос, а вот эти динамические тренировки, каким образом рассчитать? Здесь тоже, так сказать, есть определенная рекомендация. Вот если вы день стрессуете, то три дня надо на отдых. Если месяц стрессуете, то три месяца на отдых. Если час стрессуете, то три часа на отдых. Если 20 лет стрессуете, то 60 лет на отдых. Вот здесь все понятно. Ситуация один к трем. То есть одна часть стресса для того дня восстановиться дается три части упражнений, технологий, ситуаций на восстановление. Надеюсь, это понятно. Теперь следующий момент. По-разному в мире ситуация со стрессом происходит. Когда я вам сказала о том, что можно попасть в ситуацию для затянувшегося стресса, на самом деле это так. И в частности, все, что касается японцев, вот это единственная страна, где японцы очень много работают, очень мало отдыхают. И вот у них как раз появился специальный физический такой синдром, называют корот. Вообще называется короше. По-разному он пишется, короси, короше. Стресс на работе, причем умирают. То есть вопрос уже смертности. Это проблема японцев. Умирают на работе молодые люди. Можете по этому поводу посмотреть. Интересные передачи найти на канале на YouTube. Вы найдете передачи Орел и Решка. Только молодой человек, не помню, как его фамилия, интересно рассказывал, буквально несколько дней назад наткнулась на исследование как раз японцев и их, так сказать, работоспособности. То есть японцы – это та нация, которая работает много-много-много-много. В противоположность этому мы должны сказать в европейской части. Сиеста, да, послеобеденный сон. И вот что бы ни было, но дневной сон, 2 часа, все закрыто и так далее, и так далее. Поэтому выбор всегда за нами. Чем плох дистресс? Давайте еще вернемся раз к этой ситуации. Видите, стресс разрушающий, или можем посмотреть на эту картинку. Дистресс. Что он нам дает? Но прежде всего, физиологическое увеличение артериального давления, тяжесть в затылке, в плечах, боли в спине, нарушение знака, вес. Вот к вам часто обращаются по поводу программы по коррекции веса. Давайте переведем сейчас общую ситуацию на нашу конкретную ситуацию. Приходит человек и говорит, я хочу снизить вес. И вроде бы там пьет коктейли. Вроде бы идет по программе, которую ему рекомендуют корпорации ТНД, написано у нас в буклетах. Но я не один раз уже получала звонки, и у меня просили индивидуальную консультацию. Марина Валентина, а почему вес стоит? Вроде бы о питании все знаю, вроде бы по программе идут. Друзья мои, первое, что я сейчас скажу, во время стресса человек никогда не похудеет. Во время стресса вырабатывается, один из гормонов называется кортизол. Его синтетический аналог, вы его знаете, называется преднизолон. Этого кортизола очень много, вырабатывается король надпочечник, и там сидит, наверное, адреналин, адреналин и так далее. Поэтому, когда человек стрессует, он приходит к вам в состоянии стресса, хочет снизить вес, у вас ничего не получится абсолютно. И вы должны вообще понять, что происходит с человеком. А здесь получается такая замкнутая ситуация. Женщина или мужчина смотрит на себя в зеркале, не нравится свое тело, возникает состояние стресса, идет снижать, ничего не получается, состояние стресса усугубляется, кортизол высокий, и ничего вы добиться не можете. Поэтому вот в этих ситуациях, если вы не можете разобраться, то надо обращаться ко мне и к той группе специалистов, которые работают вместе со мной. Но сейчас надо понять, во время стресса человек не снижает вес. Дальше. Частое обращение. Мариналитина гипертония, мариналитина стенокардия. Что делать, порекомендуете и так далее, и так далее. Друзья мои, спросите, что происходит, нет ли там ситуации хронического стресса. Следующий номер. Человек может испытывать эмоциональный стресс. Это депрессия, раздражительность, перепады настроения. Это может быть конгетивный стресс. У него плохо с памятью, у него нарушение внимания. Он забывает, он обидчивый, у него смена настроения, он плаксивый. Это тоже состояние проявления разрушительного действия. Духовный стресс. Человек разочарован. Потому что все те политические, экономические ситуации, которые происходят, и в частности в СМИ, я должна в этот момент сказать, что на самом деле вот женщины, опять-таки гендерных немножко, женщины прежде всего реагируют на негативное событие в средствах массовой информации. Мужчины не так, как женщины. Женщины реагируют. Поэтому для женщин вот этот канал «Домашний», где всякие там мелодрамы и так далее, и так далее, это один из моментов выхода из стресса. Женщин нельзя смотреть много новостей. То есть реакция будет очень, так сказать, неоднозначной. Ну и, конечно, стресс поведенчий. Когда происходит утрата интереса к работе, к социальным связям здесь, и, так сказать, алкоголь здесь, и курение, ну и так далее, и так далее. Вот ситуация дистресса. Далее. Что мы еще по этому поводу должны сказать? Ну, прежде чем перейти к препаратам, которые у нас есть, немножко сегодня запасайтесь терпением, потому что у нас с вами такая встреча на один час, и немножко побольше. Значит, должна сказать вот что. С точки зрения стресса, вот мы сейчас смотрим, надо сказать, что бывает стресс, первое, внутриличностный. И вот когда вы работаете со своими клиентами, партнерами, очень важно, чтобы не было стресса, когда он провоцируется одним, находиться в мире с самим собой. Если человек, у него есть диссонанс, он, так сказать, чувствует по-другому и не уважает себя. Дальше. Ситуация рабочего стресса. Для нас с вами это отношение спонсор-дистрибьютор. Есть проблема финансового стресса, когда человек не может отдать кредиты и долги, в которые влез, и здесь вопросы уже, так сказать, финансовой грамотности. Это может быть общественный стресс, связанный с тем, что это будут экономические, политические проблемы, немножко о них поговорили, да. Очень важный момент, отдельно как-нибудь с вами поговорим. Сейчас просто такая тезис. Стрессы, названный комплексом неполноценности. Человек не чувствует, что вот он может, как и другие, достичь какого-то результата. И маленький буквально тест. Попробуйте сейчас ответить. Да, нет. Считаете ли вы себя красивым? Пишите. Да, нет. Считаете себя умным? Да, нет. Довольны ли своим ростом? Цвет ваших волос? Часто ли вы меняете сексуальных партнеров? Любите ли вы общаться с людьми? Любите ли вы себя? Если на большинство вопросов человек дает положительный или неопределенный ответ, его комплекс неполноценности развит слабо. То есть, если ответ положительный, красивый, да, умный, да, рост нормальный, да, нравится вам ваш цвет волос, да, ну и так далее. А вот если больше отрицательных ответов, то это проблема стресса, связанная с комплексом неполноценностями. Дальше. Стресс и романтические переживания. Не забывайте об этом. Вот вся эта, так сказать, непонятная влюбленность или понятная. Затем. Мы должны сказать о том, что стресс вызванный компьютером. Для нас это очень актуально. Поэтому, когда теряется какая-то информация на компьютере, это выраженный стресс. Так вот, реакция человека, который столкнулся с неполадками в компьютере, 40% будет громко ругаться, 40% попытается выяснить причину, 17% воспримут проблему как нечто само собой разумеющее, и только 3% программистов и хакеров посчитает ситуацию интересной. Поэтому вот мы реагируем таким образом на компьютер, телефон, с которым мы работаем. Дальше. Стресс, вызванный отдыхом. Специалисты говорят, больше недели отдыхать нельзя. Стресс, вызванный экзаменом. Как я сегодня сказала, у 60% студентов-абитуриентов повышается артериальное давление. Поэтому вот все это, но больше все причины, вызывающие стресс, такого психологического порядка. Но что важно? Сейчас важно понять одно, что на самом деле, давайте посмотрим сейчас на эту табличку, факторы стресса, они могут быть разные, как положительные, так и отрицательные. Очень многие люди думают, что только какие-то отрицательные факторы, они провоцируют стрессовую ситуацию. Ничего подобного. Факторы могут быть разные. Как положительные факторы, так и отрицательные. Но вопрос первое. Самого фактора, который на нас воздействует. А второй момент, то, как мы к нему относимся. Поэтому, когда мы говорим о том, как работать со стрессом, еще раз, запишите, пожалуйста, надо оценить сам фактор. И второй момент, как мы к нему относимся. Вот факторы стресса, на которые мы не можем, мы не можем их изменить. Поэтому, если мы не можем изменить факторы стресса, например, рядом с нами какая-то труба, которая постоянно на нас дымит. Или город Краснояск с невероятно плохой экологией. Ну что я могу сделать? Ну что-то индивидуально могу сделать, но в целом, да. Поэтому те рекомендации. Прогулка на свежем воздухе, организовать вечеринку, какую-то встречу, там и так далее, и так далее. На которые мы можем влиять. Постановка цели, безусловно. И, так сказать, стрессорные факторы связаны с нашей интерпретацией. Вот для кого-то это вообще не является фактором стресса. А кто-то говорит, вау, что ж такое происходит. И здесь одна рекомендация. Помните о том, что есть принцип Скарлетта, руссконародная поговорка, утро вечера мудренее или я подумаю об этом на завтра. И вот говоря о том, что существуют разные факторы стресса, давайте еще на одну тупичку посмотрим. То есть, ну, я сказала острые, хронические, физиологические, психологические и так далее. Я думаю, что в большей степени нас с вами заинтересует вот эта шкала. Шкала Томаса Холмса. Ну, Холмса вы запомните по, так сказать, известной нам фамилии, да. Так вот, смотрите, когда вы стрессуете, очень важно перед глазами иметь вот эту табличку и понять, что с вами происходит. Может быть, вы просто дуете щеки, может быть, там вообще проблема выеденного. Если шкала, так сказать, принять ее за 100, то смерть супруга – это 100 единиц. А все остальное ниже, 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 ниже. Поэтому, друзья мои, я должна вам сказать, что прежде чем стрессовать и давать какую-то реакцию, то необходимо посмотреть на эту шкалу. Может быть, сегодня, так сказать, собака съела суп, который вы варили там своим домочадцам, вы старались полдня, но в итоге сытая собака, вы разочарованы. Стоит ли из этого делать трагедию? Здесь, вот в этой шкале, это 0,001. В этой шкале, как я сказала, есть как отрицательные стрессорные факторы, так и положительные стрессорные факторы. Свадьба, беременность, уход на пенсию, жених. Посмотрите, все чередуется, плюс-минус, плюс-минус. Самое главное – сделать вывод. И положительный, и отрицательный стрессорный компонент могут вызвать стресс. Главное – понять, насколько это воздействие сильное, оценить по шкале. И следующий момент – дать интерпретацию. Вот этой интерпретации, еще раз, стресс – это не то, что с вами происходит, а то, как вы на это реагируете. Человек – это существо в деятельности, и очень важно. Вот теперь навык, который надо развивать. Давая эмоциональную оценку ситуации, женитьба, беременность, смерть, не знаю, какие-то мелкие хулиганства и так далее, это эмоции первоначально. Очень важно научиться переводить ее в логику. Дать четкую оценку, что со мной произошло, и стоит ли по этому поводу так сильно напрягаться. А может быть, на самом деле проблема не стоит выеденного яйца. Теперь смотрите, о чем мы еще немножко с вами поговорим и перейдем дальше. Итак, то, как вы к этому относитесь. Ну и немножко, давая оценку вот этим реакциям, поговорим о том, что с мужчинами, что с женщинами, немножко истории. Вот на самом деле, как реагируют мужчины и как реагируют женщины на стресс. Значит, прежде всего, мужчины, они в меньшей степени испытывают состояние стресса, но их затянувшего стресса – депрессии. Но стресс бывает короткий и продолжительный. Вот мужчины хорошо работают, как спринтеры, но не марафонцы. Они хорошо перенесут короткий стресс, но очень плохо относятся к ситуации затяжного стресса. Как пример, если кто-то в семье заполивает, мужчина в массе своей не может это пережить. Вот в какую-то кратковременную ситуацию, да, он мобилизируется, делает там и так далее. А когда эта ситуация затягивается, 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 я думаю, что у вас достаточно примеров, когда просто, так сказать, в том числе и распадаются семьи. Дальше. Что для них является факторами сильного стресса? Это автомобильная пробка. Это сильный стресс для мужчины. Для мужчины сильной ситуацией стресса является незабытая обида и возвращение. Вот в разговоре с мужем, например, вы разговариваете с старым каким-то обидом, какой-то старой ситуацией. То есть вы вроде бы сказали, да, да, я тебя простила, но потом в какой-то момент вы раз и возвращаетесь к этому. А вот ты помнишь, вот для мужчины это на самом деле один из сильнейших стрессов. И для мужчины сильный стресс, когда женщина перестает с ним разговаривать. Ну не только женщины, как пример привожу. То есть вот наступает вот это вот затянувшееся молчание. Для мужчин это сильные стрессы. Но при этом надо сказать, что мужчины легче переносят стресс. Почему? Потому что у них в организме в два раза больше по отношению, чем у женщин, вырабатывается серотонина. Записываем это, сказать, название серотонин. У мужчин в два раза больше вырабатывается серотонин, у женщины нет. Но в два раза меньше вырабатывается антиоксиданта. И вот когда вы у меня спрашиваете, Марина Мальтинна, а вот с точки зрения антиоксидантов у нас есть виноградная косточка, у нас есть фусин, шоусин. Какие дозировки? Помните, что все расчеты дозировок идут на вес примерно 70 килограмм. Мужчина, во-первых, какого веса, если вы ему будете назначать. Во-вторых, запомните, что в ситуации стресса дозы должны быть повышены. Особенно у мужчин с точки зрения антиоксидантов. Потому что у них, ну, как природа устроена, антиоксидантов по отношению к женщинам в два раза меньше. Их надо больше кормить всевозможными фруктами, овощами, хотя там антиоксидантов не так много, а в большей степени шоусином, пусином, виноградной косточкой. То есть дозировки во время стресса должны быть у мужчин повышены. Записали. Дальше. У них достаточно интересный выход из стресса. Им надо побыть в одиночестве. Потому что, помните, стресс снижает уровень половых гормонов. Тестостерон падает. И есть у Игоря Губермана такие строчки. Если жизнь излишне деловая, функция слабеет половая. И когда мужчина приходит домой в конце рабочего дня, у него тестостерон низкий, ему надо побыть в одиночестве одному. Он будет щелкать, берет пульт у телевизора, просто перещелкивает канал. И жена говорит, ты что делаешь? Ты хоть на одном остановись, она не понимает, что происходит. Или он просто листает газету, или закрывается в комнате, и ему надо побыть одному. У женщины все абсолютно по-другому. С точки зрения женщин. Значит, у нее стресс возникает следующим образом. Потому что она хочет выполнить все и сразу, и причем все сама. Потому что она считает, что кроме нее, вот никто это так, как она, не сделает. Следующий момент. Для нее стрессовым фактором являются плохие новости в телевизоре, в средствах массовой информации. И, конечно, чрезмерная нагрузка – это дом и карьера. Вот вопрос, связанный с женским равноправием, это достаточно молодая тема. Женское равноправие, на самом деле, в 1918 году в России впервые было признано. Потом в 1920 году в Соединенных Штатах. Потом в 30-е годы Испании. Потом уже после Второй мировой, так сказать, во Франции. И в 70-х годах это Бельгия, Швеция там и так далее. Поэтому женское равноправие, мы тут боремся, 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 но нагрузочка, кажется, дай бог какая, и мужчины этого не понимают. У них не потому что, так сказать, сознательно, подсознательно заложено, жена, да, скажите, там, бойся мужа своего. Поэтому нагрузка серьезна, это является достаточно сильным фактором. Но как женщина выходит из стресса? Женщины заговаривают стресс. Вот женщинам надо поговорить, 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 поговорить. То есть вот если они не поднимают трубку телефона, они начинают с мужем говорить. А муж должен побыть в одиночестве, а женщине надо поговорить. У нее когда разговаривают, у нее все это сын поднимается. Поэтому если женщина находится в состоянии стресса, дайте ей список, и пусть она сидит и обзванивает своих клиентов, и рассказывает им, и клиенты ей что-то расскажут. Это самая нужная технология, как женщину вывести из стресса, да еще и с пользой. Далее. Запомните одну такую фразу. Женщины болеют, а мужчины умирают. Вот эта фраза относится к тому, как мужчины и женщины в результате переносят стресс. У женщины, как я сказала, серотонина мало, она реагирует на стресс, но ее защищают эстрогены, хотя во время стресса их уровень падает, и тем не менее. Но они как-то переносят, 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 болеют, 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 не выкарабкиваются. Мужчины, если это стресс, они резко реагируют. Женщины болеют, мужчины умирают. Поэтому еще раз антиоксидантов мужчинам добавить надо больше. Теперь еще один момент. Есть такая реакция на стресс, как, помните, есть краснокожие и бледнолицые. И повести мы с вами в детстве читали, там, воин краснокожих. На самом деле все это далеко не, так сказать, ну какие-то вымыслы, это все на самом деле серьезные вещи. Вот в Древнем Риме, как набирали людей, так сказать, в армию, мужчин, чтобы они были воинами, проводили по черному коридору, темнота. Когда выходил, так сказать, мужчина из этого коридора, у него прямо над ухом, бэм, так громко во что-то били. И вот этот реакция, которая никак не может повлиять, он либо краснел, либо бледнел. Вот когда краснеют, тогда вырабатывается над почечниками больше норадреналина. Это гормон ярости, это настоящее вны. То есть человек, который на стресс становится красным, пурпурным, у него вырабатывает норадреналина, это гормон ярости. Это настоящие воины, у них мозг отключается, и они идут в атаку. А те, кто бледнеют, вот бледнолицые, у них вырабатывается больше адреналина, называется это гормон еще страха. Это люди, которые пытаются уладить конфликт. Так вот, в Древнем Риме те, кто краснел, они были воинами, а те, кто управлял, они были бледнолицами. На самом деле, падение Римской империи в том числе связывает с тем, что в какой-то момент, когда были произведены большие завоевания, управлять бледнолицей, 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 и были ситуации, когда надо было оставить решение проблемы с помощью таким невоенным путем, а идти в наступление, но не осталось краснокожих, краснолицых не осталось, и все, и в том числе падение Римской империи. Поэтому, друзья мои, посмотрите, можете завтра, если будете ехать в общественном транспорте, какая-то ситуация, кто-то кому-то на ногу наступил, что-то произошло, посмотрите на реакцию человека, что с ним происходит. Так вот, и в командах должно быть так, кто-то идет в наступление, а кто-то бледнолицей, в большей степени умеет решать вот эти конфликтные ситуации. Вот это реакция на стресс. И то же самое здесь вопросы связаны с стратегией, стратегией адаптивности, вот как вот мишки впадают в спячку или микрия у насекомых, да, то есть адаптироваться, слиться, со средой, ничего не делать и так далее. Либо, как две лягушки, а помните, те, которые сбивали сметану, одна там сказала все, а другая стала сбивать, сбивать молоко, превратила сметану, она выползла. Так вот, та лягушка, которая стала сбивать сметану, это как раз вопрос основной нашей реакции и стратегии поведения во время стресса. Помните, говорят, либо бей, либо убегай. Так вот, когда человек сталкивается вот с этой реакцией на стресс, то кровь от желудка отливает, почему язвы образуются, да, она приливает к сердцу, она приливает к мозгу, она приливает к печени, чтобы было, так сказать, был выброс большего количества животного сахара, гликогена в кровь, то есть должен быть энергетический субстрат. Вот все это происходит, но стресс должен быть реализован. А когда стресс не реализован, вот в частности мы получаем избыточный вес, потому что в мышцах много сахара, он не реализован, а органы, которые не получили питательных веществ, они будут требовать, и у вас после стресса ситуация вроде бы голода возникает, ну и так далее. Поэтому, друзья мои, очень важно, еще раз говорю, если вы выбираете стратегию не, так сказать, такую вот адаптироваться, а стратегию активную, то есть нетолерантности, активную стратегию, либо беги, либо дерись, это важная стратегия. И все, что во время стресса вырабатывает организм, вырабатывает с помощью повышения артериального давления, лечения силосердечных сокращений, выработки выброса сахара и так далее, оно должно быть реализовано. Как реализовано? Вы же не будете никуда реально убегать и бороться ни с кем не будете, да? Поэтому берите лопату, идите копайте, вставайте на беговую дорожку, занимайтесь танцами. Сейчас поймите одну простую вещь. На уровне физического тела, когда происходит состояние острого стресса, вы должны дать ему выход. И проблема современного человека заключается в том, что вы стрессуете, сердце бьется, давление поднимается, мышцы наполнены, чтобы бежать или драться. Там невероятный потенциал, но он не раскачивается и вот как бы перегорает. И в результате происходит вот это вот разрушительное действие на органы и системы. Поэтому вывод первый. Если стрессуете, дайте выход стрессу на уровне физического тела. Не позволяйте стрессу реально разрушать ваш организм. Следующий момент. У нас с вами, как мы говорили, есть продукты, из которых мы составили программу Active Life. Среди этих продуктов у нас с вами есть первое. У нас с вами есть все, что касается коктейлей. Вот вы думаете, коктейли это только программа по коррекции веса. Ничего подобного. Программа антистресс начинается с программы. И в этой программе первая будет стоять наши великолепные Slim Mix. И первое это будет Slim Beauty Mix. Шоколадный, вкусный. Триптофан. Нам нужна аминокислота, как называется, триптофан. Без нее никуда мы денемся. Поэтому все, что касается триптофана. Зачем она нам нужна? Из триптофана вырабатывается серотонин. Серотонин – гормон счастья. Вот вы хотите быть счастливыми? А на уровне физического тела, на уровне нашего питания должен быть субстрат этого счастья. Счастье откуда оно берется? А на самом деле оно берется из баночки с этим телем. Потому что аминокислота триптофан способствует выработке серотонина. Вы счастливы. Ведь когда человеку плохо, он же ведь начинает заедать стресс, так называемый эмоциоген, нарушение поведения, пищевого поведения. Он заедает, заедает, заедает. Потому что во время еды вырабатываются определенные вещества, эфины. Они на самом деле по структуре сходы, схожи с опиоидными вещами, когда люди подсаживают наркотики. То есть в организме то же самое вырабатывается. И мы как бы становимся зависимыми от пищи. Но когда мы в рацион включаем продукты, содержащие триптофан, в частности, Slim Beauty Mix, у нас вырабатывается серотонин. У нас вырабатывается счастье. Мы счастливы. А если мы счастливы, зачем нам есть? Зачем нам что-то заедать? Абсолютно нет надобности. Но что очень важно? После серотонина, который вырабатывается днем, он нам нужен. Нам нужен. Он является первой ступенькой выработки очень важного следующего вещества, которое называется мелатонин. Вот если триптофан – гормон счастья, то мелатонин – это гормон сна. И вы знаете, что во время, как мы говорим, стресса, синдрома хронической усталости, синдрома хорошеств, синдрома выгорания, то есть по-разному сегодня в мире называют эту проблему, у человека нарушается сон. Так вот, на самом деле, для того, чтобы сон восстановился, здесь не вопрос приема препаратов таких снотворных, а вопрос прежде всего питания. Потому что чем больше серотонина, а серотонин, друзья, вырабатывается из триптофана, как я сказала, а еще нужны солнечные лучи. Поэтому, когда говорят вам врач, прогулка на свежем воздухе, и особенно когда светит солнце, вам просто необходимо, чтобы быть счастливыми. И вы сами знаете, что когда светит солнце, у вас настроение лучше. То это не просто взята ниоткуда рекомендация, она обоснована с точки зрения тех биохимических процессов, которые происходят в нашем организме. Поэтому чем больше серотонина, а он берется из триптофана и солнечного света, тем больше мелатонина, а это гормон сна, тем мы крепче спим. Но очень важно, чтобы мы ложились спать сегодня, а просыпались завтра. Потому что мелатонин и пик его выработки приходят с 12 часов ночи до 4 часов утра. В это время человек, который понимает механизмы развития болезни, никогда не позволит себе в системе сидеть в баре, где-то там гулять, сидеть с друзьями и говорить, ой, я буду там собирать вебинары с 12 часов ночи до 2, до 3 и так далее. Ни в коем случае, друзья мои. Ночью надо спать. 12 часов ночи, 4 часа утра, если нет какой-то экстренной ситуации, надо спать, вам нужен мелатонин. И давно уже провели исследование, доказывающее, что дефицит мелатонина способствует раку молочной железы, раку желудка, в принципе резкое снижение иммунитета и так далее. И в частности, один из органов, который тоже вырабатывает мелатонин, это желчный пузырь, поэтому нам нужен мелатонин. Будет нормальное содержание мелатонина? Будет завтра нормальное содержание серотонина, гормона счастья. Вот это так называемая единственная борьба противоположностей. Поэтому первое, когда вы говорите с человеком, который испытывает состояние стресса, спросите, как он ест, ест ли вообще, или ничего не ест во время дня стресс-стресс-стресс-стресс-стресс, приходит непонятно, что съел. И регуляция и программа начинаются в том числе с того, что вы включаете этот продукт в рацион питания. Дальше. В этом продукте есть еще один очень важный компонент. Элькарнитин, причем в современной форме. Элькарнитин, Эль-Тортрат. Спасибо Катерине Николаевне, нашим разработчикам, которые постоянно мониторируют рынок и смотрят за теми самыми современными инновационными разработками, которые есть с точки зрения компонентов, ингредиентов, которые мы и вводим в наши продукты. Так вот, Элькарнитин, он показан людям, которые испытывают повышенные физические, психологические и эмоциональные нагрузки. Это ни в коем случае не стимулятор, нет. Это продукт, который позволяет взять, так сказать, например, жирную кислоту и довести ее до митохондрии и окислить ее. Поэтому, это как на теплоэлектростанциях, гидроэлектростанциях, вода должна попасть на турбину, так вот что-то должно попасть в митохондрии и выработаться энергия. И вот Элькарнитин, который выполняет функцию некого транспорта, он нам нужен. Поэтому, вот, этим в том числе интересен наш продукт. Я уже сказала по поводу сна, как надо спать. Следующее. У нас с вами есть еще замечательные продукты. Смотрим на слайд. Три китайских башка. Шу, лусин и фусин. Вот фусин, вспомните, у нас есть три добавочки. Фусин, шаусин и пьяолянь. Сегодня поговорим о двух из них. Лусин – это божок счастья. Лусин – это божок такой карьеры. И было бы хорошо, чтобы у вас в нужном месте, с точки зрения, может быть, там, кто увлекается, значит, восточными технологиями, эти башки в нужном месте, по, так сказать, стояли. Итак, у нас с вами три продукта на основе кардицепса. Давайте начнем с первого. Фусин. Мне кажется, что вы недооцениваете этот продукт. На самом деле, фусин. И вот у нас с вами будет в октябре месяце удивительная поездка в Китай по, так сказать, направлению, которое есть в корпорации Тиандэ Тианде. И может быть случится, что вы доедете с Пекина до Шанхая или наоборот. Так вот, скоростной поезд в Пекине, который развивает скорость более 350 км в час, а мы на таком поезде ездили, как раз вот с корпорацией Тиандэ, он называется фусин. Что же содержится? Почему вот даже такую вот, так сказать, разработку серьезную в Китае назвали имя вот этого башка? Так вот, в нашем продукте фусин содержится очень сильные компоненты. Это зеленый чай, пишите за мной, зеленый чай, янтарная кислота, кардицепс и женьшень. И плюс комплекс витаминов. Янтарная кислота, зеленый чай, кардицепс и женьшень. Давайте начнем вот с чего. Прежде всего, с кардицепсом. Значит, китайские спортсмены, о них уже многие наслышаны, на самом деле, губ вот этой спортивной китайской, китайской, китайских спортсменов, это примерно 92-93 год, когда они бьют все возможные мировые рекорды, которые простояли незыблемо из течения 10 лет. И газеты, просто, так сказать, национальные китайские игры в 92-93 году писали, что вообще что-то произошло удивительное. Но, понятно, никакого дода не было. И, в конце концов, тайна была раскрыта, что принимают китайские спортсмены. Китайские спортсмены принимают кардицепс. Вот кардицепс – это такой симбиоз, это необычный гриб, который растет на теле насекомого и является одним из самых трех важных и уникальных продуктов в точке зрения китайской медицины. Это, конечно, сильнейший иммунокорректор. Вот в этой ситуации мы должны сказать об иммунокорректирующем действии. Почему? Потому что, вот пример спортсмены, выступления, выступления на международных играх. Есть серьезные исследования, они вчера появились, когда перед выступлением, перед стартом спортсмены, испытывая стресс, у них резко падает иммунная система. И вроде бы в обычный тренировочный период они показывают одни результаты, а потом выступают, а этих результатов не показывают. Почему? Потому что свалилась иммунная система, свалились системы адаптации, и все. И вот им назначают кардицепс. И кардицепс на самом деле помогает им показать результаты, как на нормальном тренировочном этапе, плюс еще, с учетом стресса, но регулируемого стресса, они показывают и более сильное достижение. Поэтому в данном случае кардицепс как сильнейший иммунокорректа. Стресс всегда влияет на снижение иммунитета. И когда человек испытывает состояние, запомните, хронического стресса, у него резко падает иммунитет, и вот те раковые заболевания, раз, как я сказала, на фоне полного здоровья, на фоне полного здоровья, у человека что-то такое не очень хорошее находит, это не потому, что когда-то, вот стресс к этому привел, резкое ослабление иммунной системы, иммунной защиты. И вот кардицепс. Я думаю, что о кардицепсе вы можете прочитать. Интересный, интереснейший компонент, и воздействие, так сказать, на работу мозга, и, как я сказала, на иммунную систему, и выводит соли тяжелых металлов, ну и так далее, и так далее. Следующий момент. В этом продукции у нас есть с вами женьшень. Вот здесь разговоров по поводу женьшенья можно-нельзя, если люди с повышенным артальным давлением, можно-нельзя и так далее. Достаточно много. У меня сегодня не стоит задачи рассказать вам вообще про женьшень. Я думаю, что вы без меня все это прекрасно прочитаете, с литературой сегодня достаточно много, но и у нас с вами, естественно, ограниченное время. Но вот я сделал вам вот такой слайд. Различие между адаптогенами и симуляторами. Почему-то считается, не знаю почему, наверное, кто-то не читал литературу, не буду дискутировать по поводу всего этого, что женьшень является стимулятором. Ничего подобного. Значит, друзья мои, женьшень является адаптогеном. И все, что касается адаптогена, это на самом деле определенный класс препаратов. Вот смотрите, вообще в медицине называются это препараты будущего адаптогена. И это не препараты против чего-то, вот как антибиотики. Или не препараты защищающие, они обычно называются протекторами, гепатопротектор, вот расторопшего у нас гепатопротектора, или нейропротекторы, или аргенец глицином будет нейропротектором, а вот адаптогены, это отдельный абсолютно класс. И действительно их называют препараты будущего или умные растительные, там даже лекарственные средства, потому что по-разному идет сертификация. К ним относятся оралия, заманиха, элеотерокок, женьшень, левзея, радиола или золотой корень. И вот у вас в ближайшее время появится чай, радиола или золотой корень, лимонник. Это все травы адаптогена. Откуда вообще началась эта история по исследованию адаптогена? Сразу хочу сказать, что, значит, 1943 год, Великая Тереновая война, и 4 марта 1943 года, разгар, вспомните, какие сражения в этот момент тяжелейшие происходят, что происходит в тылу. Так вот, значит, на государственном уровне Совет народных комиссаров и за подписью Сталина подписал указ о том, что необходимо начать исследование, найти определенные препараты, которые будут повышать работоспособность работников, работоспособность людей, которые работают в тылу, ну и, естественно, военных. В 1943 году были инициированы эти научные исследования. И они связаны с именем Николая Васильевича Лазарева. А это известнейший человек, причем он токсиколог. Этот человек много лет возглавлял, значит, кафедру токсикологии, потом институт и промышленной токсикологии. Все связано с именем этого человека. Это военно-морская медицинская академия в Ленинграде. Так вот, адаптогены исследовались не на уровне стресса современного человека, ой-ой, там что-то произошло, как у нас с вами, какой-то бытовой непонятный стресс. А там происходили исследования на уровне пограничном жизнь-смерть. То есть, насколько человек в очень тяжелых условиях может выжить. Поэтому, почему говорят, что вот такие вот совершенно отдельно стоящие классы лекарственных препаратов. Ну и потом это, так сказать, фамилии Брехмана и Саратикова. Саратиков – это Томский университет, медицинский факультет, и потом уже медицинский университет. Это человек, который жил вместе с нами, вот те, кто регионально сейчас находится где-то в Сибири, вместе, рядом с нами. И вот он исследовал радиолу розовую или золотой корень, который у нас появится с вами в ассортименте. Так вот, друзья мои, все, что касается адаптогенов, это не стимуляторы. Вы видите сейчас слайд, стимулятор и адаптоген – это принципиально разные классы. Поэтому ни в коем случае ни женьшень, ни группу адаптогенов сюда не относите. Кстати, последнее исследование с точки зрения адаптогенов – это и девисил, это и лох, они тоже являются адаптогенами. Так вот, у нас с вами есть адаптоген в виде женьшени, как входит в продукт фусин. Мысль какая? Если для человека что-то воздействует, воздействует стрессорный фактор, человек находится в состоянии эустресса, то есть работает за счет своих резервов, то, понимая механизм развития стресса как дистресса, то есть неблагоприятное воздействие стресса, затянувшийся стресс, нам надо понять, что в этот момент мы вроде бы себя хорошо чувствуем, но находимся в состоянии стресса, нам надо восполнять и помогать организму давать продукты, которые повышают вот эту неспецифическую сопротивляемость. И вот теория Лазарева, как я сказала, основоположник и разработчик продуктов адаптогенов, это как раз учение о повышенной неспецифической сопротивляемости, подпитать организм, дать ему дополнительные резервы. И вообще я должна сказать, что, конечно, вот эта вот наука-история, она совершенно удивительная. И я немножко расскажу, так сказать, о себе. Реально этими вещами занималась, потому что дальше в Новосибирске была защищена докторская диссертация, так сказать, господин Копаних и его диссертация. Это уже такая программа, которая позволяет оценить состояние стресса. Вот мы говорим с вами стресс, стресс, организм там что-то чувствует, есть факторы стрессоры, есть адаптогены, а ведь должна быть обязательно количественная оценка. Вот как у нас Александр Николаевич говорит, если это считаемо-измеримо, то это доказательно, а если нет, то вот о чем мы с вами говорим, только на уровне какой-то эмоции. Так вот на самом деле, есть на самом деле методики и компьютерная программа, которая позволяет оценить состояние стресса. Для вас одно могу сказать. Состояние стресса можно и нужно оценивать по состоянию формулы крови и конкретно по количеству лимфоцитов. И в моей практике у меня наблюдалось несколько женщин, одна из них пришла ко мне в состоянии, когда это уже на фоне тяжелой жизненной ситуации, это потеря ребенка, это потеря родителей, это, так сказать, муж, который, в общем, стал страдать такими нехорошими привычками. В общем, все было грустно, 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 грустно. И в итоге рак молочной железы, удаление молочной железы, удаление яичников, сальника и так далее. И вот я встречаю эту женщину, она приходит и мы с ней начинаем принимать биологически активные добавки, разные, но контролируем их, то есть дозировку биологически активных добавок контролируем, подбираем, исследуя состояние крови с помощью компьютерной программы. И надо сказать, что ремиссия у моей, так сказать, пациентки уже более 15 лет, тогда уже была ситуация достаточно грустная, потому что уже, так сказать, первые метастазы, мысль, которую я хочу донести, что стресс у этой пациентки привел к развитию тяжелого онкологического заболевания, и когда я с ней говорить о благополучном исходе, ну, можно было, он процент был очень небольшой, с помощью биологически активных добавок, и это не обязательно БАДы, это могут быть и другие препараты, но я говорю вот о чем, что подбор препаратов, это БАДы физические, это могут быть куртологические методы и так далее, не специфические средства коррекции, но под контролем состояния крови, потому что кровь показывает вам, есть у вас состояние стресса или нет. Вот мы пришли к такому результату, пациентом ее не зовешь, молодая, красивая, цветущая женщина, все хорошо. То же самое, наше питание оказывает на нас состояние стресса, и если вы неправильно питаетесь, кровь вам скажет, вот вы находитесь в состоянии стресса по количеству лимфоцитов, либо верхние, выше, так сказать, показатели, либо это маленькие показатели, лимфоцитов. Поэтому, можно ли оценить, находится человек в состоянии стресса или нет? Да, можно. Можно ли это корректировать? Да, можно. Изменением питания, биологически активных добавок, физической нагрузкой, психологическими техниками и так далее. Методы воздействия могут быть разные. Важно, чтобы вы анализировали состояние крови, конкретно белой крови, и смотрели, в какую сторону вы идете. Это вот немножко, как сказать об этом. Но в любом случае, в препарате фусин есть жишень, как адаптоген, есть кардицепс и есть янтарка. Янтарная кислота, которая нам нужна, ох, как нам нужна. И все, что касается янтарной кислоты, жишень сказали, здесь интереснейшая история. Но прежде всего, янтарная кислота, зачем она нам нужна? Значит, янтарная кислота, сейчас простым языком объясню. Вот представьте, бензин, универсальный вид топлива для многих там машин. Но бензин получает, как продукт нефтепереработки, сырой нефти. Но то же самое происходит и с организмом человека. У нас с вами в виде сырой нефти представлены белки, жиры и углеводы. Это как будто бы сырая нефть. Для того, чтобы мы из них получили энергию, а каждый из них носит свой определенный вклад в образование энергии, а нам энергия нужна, дальше не обсуждаем, необходимо определенное вещество, которое участвует в цикле Крепси, Крепси – это и есть янтарная кислота, и вот этой энергией выступает молекула ТФ. Мы не можем буквально использовать белки, жиры и углеводы. Они должны переработаться, перерабатываться с помощью янтарной кислоты, и на выходе мы имеем 36 молекул АТФ. Вот это то количество энергии, которое нам необходимо. И если этой янтарной кислоты мало, то энергии будет мало. История янтарной кислоты на самом деле это левтонские рыцари, они просто брали янтарь, разводили в вине, просто перемалывали и просто пили. Затем исследование связано действительно с Адольфом Гитлером, это были засекреченные разработки. И за 60-е годы, это, так сказать, известная учеба, Мария Кондрашова, это Калининград, медицинский университет, и опять-таки они были закрыты, потому что янтарка попадает на службу, в кавычках, к спецслужбам. То есть вопрос, связанный с повышением энергетического потенциала. Но еще раз, это не стимулятор, это необходимый компонент, естественный компонент, который участвует в базовой биохимической реакции нашего организма в цикле Крепса, который заканчивается выработкой молекулы АТФ, то есть энергетического субстрата. Вот это янтарка. И она у нас входит в препарат Фусин, она нам реально нужна. И основные показания к применению янтарки, это безусловно всевозможные неврозы, депрессии, это нагрузка на головной мозг и так далее. И что еще? Это вопросы, связанные с токсическим поражением. Вот редко кто знает, когда человек принимает антибиотики, какие-то другие химические там препараты и так далее, и так далее, чтобы снизить негативные действия и побочные действия, назначают янтарку и назначают адаптогены. Вот мы с вами говорили о радиоле немножко, поговорим о следующих встречах, о женьшене и так далее. Это снижение негативной нагрузки, когда есть показания к назначениям, в частности, антибактериальных или других химических препаратов. Вот препараты янтарокислоты и женьшеня здесь безусловно показаны. Конечно, зеленый чай. И одна капсула содержит 50 миллиграмм, а один стакан, когда мы завариваем зеленый чай, содержит 40 миллиграмм по катехинам. То есть больше, чем чашки зеленого чая содержатся в одной капсуле. Ну и вспоминая немножко по дозировкам, женьшеня содержится 20-30% по паноксазидам от рекомендуемой потребности, янтарки содержатся 45% от рекомендуемой суточной потребности. Поэтому дозировки в препарате Фусин они достаточно серьезны. Следующий момент. Давайте посмотрим. Я рассказала вам 45% янтарный, все эти слайды, сказала, есть у вас в личном кабинете, зачем нужна янтарная кислота, на словах рассказала, про зеленый чай рассказала. Так, ну и следующий момент. У нас с вами есть еще один очень важный продукт, это Шоу Син. В Шоу Син у нас с вами есть кверцетин, черника, каензинку-10, сери-сериатрул, ну и там, и там витаминный комплекс. Значит, что нам необходимо? Нам необходимы следующие компоненты. Значит, Шоу Син это сильнейший антиоксидант. Помните, я вам рассказывала стрессы мужчины, что у мужчин антиоксидантов в два раза меньше, чем у женщин, а серотонина больше, а у женщин тонина меньше. Помните серотонин в белковых миксах? Вот женщины должны принимать белковые миксы чаще и больше, чем мужчины, потому что это выработка серотонина. А мужчинам надо давать антиоксиданты, причем в повышенной дозировке. Причем в повышенной дозировке. И вот таким сильнейшим антиоксидантным комплексом является в том числе препарат Шоу Син и он содержит Ресривитрол, равно как в виноградной косточке. Он содержит Ку-10, Кверцетин, Чернику. Поэтому великолепный антиоксидантный комплекс. Стресс это сильнейшая нагрузка, это оксидативный стресс, это неокисленные, недокисленные молекулы кислорода, которые разрешают все на своем пути. Да, мы вырабатываем антиоксиданты, но в объеме, который позволяет только 2% в 2, так сказать, количество вырабатываем в нашем организме антиоксидантов, это 2% от необходимого. то есть стресс таким образом влияет, что нагрузка серьезная и на 98% оксидантов, которые вырабатываются, у нас нет такой мощи, нам надо что-то давать извне. И организм очень рано расходит все свои резервы, когда находится состояние стресса, и потом хоп, антиоксидантов нету, мы ничего не дали, адаптогенов нету, адаптогены нужны почему? Это сопротивляемость повышается, резервы повышаются, и все, и мы сваливаемся из состояния дистресса. Поэтому комплекс шоу-син серьезный комплекс, который является сильным антиоксидантным комплексом, и во время стресса этот комплекс обязательно, либо таким же будет являться препарат виноградная косточка. Дальше идем. Ну, вот по резервитролу несколько фактов, которые было бы хорошо, чтобы вы знали. 5 раз больше по своей активности он превосходит в 5 раз бета-каротин в 50 раз витамин Е, в 20 раз витамин С и содержит 25% сервитрола от суточной потребности. И у нас с вами еще один сильнейший яркий представитель из нашей коллекции, эргенин с глицином. Всегда, когда человек находится в состоянии хронической усталости, стресса, головных болей, вегетососудистой дистонии и так далее, и так далее, показания к назначению широчайшие, мы будем начать эргенин с глицином. Но, прежде всего, аминокислота эргенин. Сегодня очень коротко, потому что эргенин, эргенин как аминокислота является источником или субстратом выработки молекулы оксида азота, это бесцветные, инертные, для организма газ, который живет менее 5 секунд, его надо было как-то найти. за открытие сигнальной роли молекулы оксида азота в 1998 году была получена двумя американскими учеными Нобелевская премия. Как-нибудь мы с вами встретимся. Я скажу эту удивительную историю, в принципе, механизм действия оксида азота, но в любом случае сегодня мы должны будем сказать о том, что эргенин, вот давайте на этот слайд посмотрим, как он действует, то есть вырабатывается оксида азота и он действует на эндотелиальные клетки, на внутренние клетки сосудов и сосуд не сужается, а расширяется. Он действует на клетки нервной системы, а мы говорим все болезни от нервов и вот эти вот в триаде селье язвы желудка и кишечника, все, он защищает нас и он действует на клетки иммунной системы. Должна сказать вам, что все современные фармакологические препараты для лечения больных спидом, для лечения больных гепатитом, для лечения пациента с высоким артериальным давлением, они все содержат аминокислоту элергенин как источник выработки оксида азота. Он нам нужен. Поэтому вот у нас с вами совершенно уникальный продукт и уникален он не только тем, что содержит элергенин, а содержит еще и молекулы, вернее, содержит еще и глицин. Посмотрим коротко на этот слайд, это эффекты оксида азота, как я сказала, сосуды расслабляются, иммунный ответ повышается нервная система, артериальное давление, да, ну и глицин. Многие из вас, наверное, а может быть и немногие, дискутабельно, конечно, там, где есть, может быть, родители пожилые в возрасте, препарат как церебролизин. Его часто неврологи назначают, терапевты назначают для улучшения мозговой деятельности. Так вот, на самом деле церебролизин содержит компонент глицина. Неврологи очень любят просто, так сказать, сам по себе маленькие таблетки глицином, которые у нас входят в наш замечательный продукт, обогащенный гель аминин с глицином. Значит, что делает аминокислота глицин? Снимает психоэмоциональное напряжение, эмоциональная нестабильность, повышает настроение, повышает работоспособность. Вот все те вегетососудистые дела, помните, наш пациент приходил, когда перенес острый стресс, пришел к терапевту, говорит, ему ставят диагноз, у вас вегетососудистая дистония, что делать? Да, ничего не надо, потому что это как у всех, как ничего не надо делать? Надо, надо идти в Тианды, приобрести гель амин с глицином и не сидеть и не ждать, пока вегетососудистая дистония разобьется в серьезную болезнь. Просто принимать одно сошедение или я обычно говорю по половиночке два раза в день под язык за 20 минут до еды. Не надо сидеть и ждать, во что дальше все это дело разобьется. Поэтому посмотрите, какой спектр показаний выражены вегетативные нарушения, в том числе в климактерическом периоде. Вот женщина и климакс, что вы дадите? Гель амин с глицином, повысить концентрацию внимания, улучшить память, лучше качество сна. Вот дети, школьники, которые рассеянные, они уже устали, много занятий, нагрузка большая, много, он не усечит. Мама спрашивает, что дать? Не будете же сразу давать препараты наотропы, это серьезнейший не приводит. Вот наотропным препаратом на самом деле, как помогает головному мозгу, является препарат гель амин с глицином. Нам нужен глицин. Простенькая вроде бы, аминокислота, но с выраженными эффектами. Поэтому, друзья мои, если вы еще не принимаете гель амин с глицином, мне вас искренне жаль, потому что каждый современный человек, который проживает в условиях мегаполиса, испытывает состояние стресса. А стресс проявляется по-разному. Вот я вам говорила, просто какие-то головные боли, просто какие-то в спине, особенно, так сказать, верхняя часть, там, где воротниковая, какое-то нарушение сна, метеочувствительность, снижение, так сказать, слебида, такие вот половые нарушения и так далее, память, концентрация, готовимся к презентации, не можем запомнить и так далее. Друзья мои, у вас есть препарат номер один, который должен стоять на полочке в каждом доме гелиаргинина с глицином. Поэтому, когда не знаете, что порекомендовать, рекомендуйте гелиаргинина с глицином и дальше рекомендуйте либо виноградную косточку, либо препарат шоусин. Вот всегда попадете в десятку, всегда вашему клиенту станет однозначно лучше. Поэтому, когда у нас есть с вами слайд, ставьте глиаргинина с глицином и в сутках больше времени, и вы энергичны, и вы работоспособны, и физически вы в хорошей форме, и можете стать на беговую дорожку или, так сказать, просто крутить колеса у велосипеда. Нужна энергия. Вот у вас есть все продукты, которые помогают, на самом деле, почувствовать это состояние. Поэтому легко взять, легко использовать и так далее. Ну и еще один момент. Я бы хотела напомнить вам сегодня о наших замечательных киселях, потому что вот особенно черненькие кисели, ведь они кисели антиоксидантные. Мы сегодня говорили о том, что стресс, негативное воздействие, вырабатывается много неоднокесленных форм кислорода, нужны антиоксидантные. И вроде бы регуляция питания, и в том числе назначая кисель, она дает вот те же эффекты. Поэтому заниматься постоянно поддержанием внутренней чистоты организма, в частности кишечника, очень важно. Дело в том, что с кишечником многие вещи связаны. И когда мы с вами говорим о красоте, вот сейчас вроде бы вопросы стресса, но ведь кожа на все эти вещи реагирует, и причем реагирует это достаточно серьезно, вы назначаете определенные программы, и думаете, а как мы можем на самом деле еще и коже помочь. Помочь коже мы реально можем. Поэтому, если мы вспомним о том, как реагирует кожа во время стресса, давайте немножко, буквально несколько слов поговорим, что 30% всех дерматологических проблем, с которыми обращают клиенты, к дерматологам, косметологам, связано со стрессом. И первое, угревая болезнь, подростки. Дело в том, что вот эта стрессовая ситуация, им не нравится их лицо. Повышенный кортизол, повышенная выработка кожного сала. Дальше. Повышенный кортизол, это аллергические реакции, это псориаз, это экзема. И появился даже отдельное направление в медицине, которое называется психодерматология. Вот вам этот безумно повышенный кортизол. Дальше. Выброс адреналина, люди бледнее. У кого-то больше и происходит спазм сосудов. Спазм сосудов, меньше кислорода, меньше питательных веществ. Выброс, больше выбрасывается нор адреналина, помните краснокожие, повышается артериальное давление, кожа краснеет. И получается, что на определенных участках кожи где-то спазм сосудов, где-то, так сказать, более такое гиперрумировано. И вот эти дисхромии, они называются, да, неровный цвет лица, они на самом деле портят общую картину, потому что красота – это совокупность признаков. И в том числе это отсутствие дисхромии, это отсутствие, это соотношение, так сказать, контур лица, ну и так далее. Сейчас мы говорим о цвете лица. То есть вот очень важно быть, чтобы цвет лица был одинаков. А стресс, к сожалению, приводит к тому, что сосуды спазмируются, либо расширяются и так далее. Дальше. Розоцея. Опять-таки, достаточно часто поступают ко мне вопросы, розоцея, что делать. Друзья мои, стресс приводит к развитию розоцея. Далее. Должна сказать следующее, что повышенный кортизон, повышение сахара и снижение выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Люди, которые испытывают стресс с точки зрения косметологии, должны обратить внимание на продукты с гиалуронкой, океаном, ушем у нас с вами серия, должны обратить внимание на продукты с коллагеном, эластином. У нас с вами придет, где-то уже приходит препарат с коллагеном, обязательно принимать и слимник с коллагеном обязательно покажем, потому что у этих людей будет кожа сухая, дряблая и рана начинает обвисать, овал лица. Дальше. Стресс и выработка гистаминов в кишечнике, мелкая сыпь и повышенная чувствительность, повышенная раздражительность. Они приходят и говорят, дайте нам косметику, которая гипоаллергенна, потому что у меня лицо такое чувствительное, потому что я так на все реагирую и так далее. Вопрос. Причина-то с чем связана? Обычно эти женщины, они находятся в состоянии длительного хронического стресса. У них еще высокий кортизол, еще высокий кортизол, это еще не реакция ух, еще высокий кортизол. Высокий кортизол в том числе дает повышенную выработку гистаминов в кишечнике. Вот в этот момент вам нужно назначить, вам обязательно продукты детокса, вам нужно здесь назначить киселин, потому что вот продукты гистаминового ряда в кишечнике, на коже они будут проявляться чем? Какие-то непонятные высыпания, какое-то непонятное раздражение, и она будет просить у вас косметику гипоаллергенную для чувствительной кожи, которая все чувствуется и так далее. Загляните чуть глубже. В чем причина? А причина на самом деле в том, что эта женщина находится в состоянии стресса, и кроме того, что вы подбираете косметику, например, фукоидан вы дадите ей, вы обязательно назначите ей детокс программу, но минимально назначите киселин и гель аргинина с глицином и антиоксиданты. Вот в чувственной и раздраженной коже эти продукты будут показаны прежде всего. И пластыри детокс. Когда вы откроете программу антистресс, вы увидите, что мы написали пластыри детокс. Почему? Вот я вам объяснила, потому что в этой проблеме задействована в том числе кишечник. А вот когда человек начинает, так сказать, находится в состоянии хронического стресса, все плохо, 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 и в конце концов все, ах, состояние дистресса, и человек по большому счету может, так сказать, умереть. И на самом деле есть такие примеры. Я вам сейчас приведу. То есть когда происходит состояние истощения, дистресс, вот его финальная стадия, адреналин низкий, норадреналин низкий, глюкоза низкая. Греческий воин. 490 год до нашей эры, звали воин, это исторически известно, Фидипедис, он пробежал 42 километра для того, чтобы сообщить вес о том, что, так сказать, греки победили над персами в очень жестоком сражении на Марафонской долине. Вот эти 42 километра, вот эта Марафонская долина, вот этот грек воин 490 год до нашей эры, он добегает, сообщает, умирает, все, падает и умирает, потому что все ресурсы были исчерпаны. Могу сказать, что, как пример, очень известный в свое время индийский актер Радж Капур, когда ему вручали в самое высокое время в кинематографии, в Индии, он получил, все, упал и умер. То же самое, вот вам хороший стресс и на стадии, просто, так сказать, истощения. То же самое происходит с японцами молодыми, которые умирают. Все, адреналин низкий, норадреналин низкий, глюкоза низкая. И что еще низкое, друзья, падает кортизол. И вот когда падает кортизол, то здесь происходит следующее. Идет снижение веса. И вот люди, которые длительно стрессуют состояние затянутого стресса, переходящего уже в стадию дистресса, они не могут набрать вес. Нередко ко мне обращаются и говорят, Марина Валентиновна, мы пьем коктейли, или там помогите набрать вес, или небольшой стресс, и я опять там потеряла свои килограммы и так далее. Друзья мои, обратите внимание, что происходит с этими людьми. Они находятся не в фазе эостресса, не в фазе стресса, который развивает человека, это не вот эти вот, так называемые импульсные, как я говорила, тренировки, это затянувшийся давний-давний стресс, когда все ресурсные возможности организма близки к нулю. И вслед за этим может последовать все, что угодно. Человека просто, ну, природа говорит, я положу тебя на больничную койку. Поэтому этим людям, именно вот в ситуации дистресса, нужны препараты с женьшением. Когда исследовали функции женьшения, то говорят, что в ситуации выраженного истощения, вот там нужен женьшень, там нужна солодка, там нужны витаминные комплексы и так далее. То есть надо обратить внимание, что происходит. Кортизол уже низкий, и вот в этот момент уже надпочечники ничего не могут. И для того, чтобы как-то поднять уровень жизнеспособности, происходит катаболизм расщепления белка. Вот почему потеряется мышечная масса. Белок расщепляется, идет поступление трептофана, выработка серотонина, ночью мелатонина и так далее. И вот этим людям, почему я говорю, пейте коктейли. Потому что вам нужен трептофан для того, чтобы в том числе набрать вес. Но не одними коктейлями можно решить эту проблему. А проблема прежде всего, первая, не только агент, который вызывает стресс, но и то, как вы к этому относитесь. Поэтому ситуация стресса, она должна быть управляемой. И когда человек, я говорю, включите голову и подумайте, оценивая по шкале стресса, является ли для вас стрессом, как к этому относиться, что для вас является ценностью вашей жизни, то, что вы делаете, ради кого вы делаете, ради чего вы делаете, стоит ли вы, так сказать, так и наценивать, или, может быть, к этому отнестись как-то к другому и не растрачивать здоровье. Но в любом случае, Селье говорил, стресс – это жизнь, а жизнь – это стресс. Но стресс должен быть управляемым. И управляемый стресс, когда мы все понимаем, мы осознаем, что мы находимся в состоянии стресса, один к трем работаем, то есть на один час стресса даем три часа всевозможных, так сказать, техник, ситуаций, которые помогают нам снять стрессовые ситуации, в том числе это музыкотерапия. Если кому-то будет интересно, я порекомендую вам, так сказать, произведения, которые необходимо слушать, если нарушение сна или тревожность, или раздражительность и так далее. Но абсолютно на всех положительным образом действует Моцарт. Это, так сказать, серьезные исследования, которые проводились в медицине, поэтому, друзья мои, слушайте Моцарта, Вечная. Так вот, очень важно понять, что находясь в состоянии стресса, вы должны помогать адаптационным системам. Стресс развивает, организм обращается к резервам, резервы должны быть пополнены. И те продукты, которые у вас есть, в частности, белковые миксы, шоу-синь, костинь, виноградная косточка, детокс-астре, наши кисели, правильное питание обязательно, все это способствует восполнению резервов, то есть повышению неспецифической сопротивляемости синизма, когда вы будете чувствовать себя хорошо, выполнять предъявляемые к вами требования на более высоком уровне, то есть повышение физической и умственной, и профессиональной работоспособности, и тем самым не дадите стрессу погубить себя, потому что ситуация дистресса – это ситуация ранней старости и быстрой ранней смерти. В Библии написано, и умер он в старости добрый, престарелый и присытившийся этой жизнью. Вот на этой положительной фразе я сегодня заканчиваю наш с вами вебинар, поэтому всем вам большое спасибо за то, что вы сегодня были со мной, а я же ведущая Марина Владимировна Одинцова, врач, кандидат медицинских наук, человек, который бесконечно увлечен темой стресса, поскольку моя бабушка, так сказать, работала много лет на тафилторе физиологии в Красноярском институте, теперь уже академии, с очень известными учеными, и вот она мне привела эту любовь к удивительной науке, которая называется физиология, потом уже под физиологией, и затем уже диетологией, и вот все эти, так сказать, области, так или иначе, здесь в направлении бизнеса, который сегодня звучит для меня, как международная корпорация красоты и здоровья Тианды.